всем приветик вот едем мы сегодня в хорватию выехали в 12 часов ночи едем уже 5 часов вот буквально минут 20 назад пересекли границу с австрией германия австрия никаких конечно проверок ничего не было вот сейчас немножко перекусим и поедем дальше мы в австрии пять часов ехали и вот наконец приехали пересекли границу германии австрии и до хорватии до нашего города где мы будем снимать апартаменты а вернее кемпинг-парк у нас осталось еще 400 километров еще четыре часа и мы на месте у нас у нас у у у у у В некоторых моментах я просто ничего не комментирую. Я просто еду и наслаждаюсь Альпами. Это была моя мечта увидеть Альпы. И сейчас вот уже на видео потихоньку наступает рассвет. И я просто еду молча и смотрю на эту красоту. По времени мы специально подгадали так, чтобы самое темное время, то есть ночью мы выехали в 12 часов ночи и мы ехали по Германии. Была полностью темнота, ничего не было видно. По автобану естественно ехали. И когда уже ехали в Австрию, то начало расцветать. И хотелось, конечно, увидеть горы. Хотела бы еще сказать то, что я не вижу смысла ехать и что-то там таратурить в дороге. Объяснять, показывать венгеты, там что какая венгета, сколько стоит. Таких видео на ютубе полным-полно. Мне кажется, каждый второй, кто едет в Германию, в Хорватию, снимает такое видео. Поэтому более подробно можно посмотреть, у кого-то в другом видео. Я просто хочу ехать и наблюдаться. Видим. Купили мы еще две венгеты по тации. Заплатили около 40 евро. И плюс еще за два тоннеля. В одну сторону 20 евро вышло. И в другую сторону 20 евро вышло. Останавливались мы всего лишь два раза. И вот один раз на заправке. Немного перекусили и поехали дальше. Ну вот осталось нам 100 километров до Умага, до Хорватии. Чуть-чуть совсем давить. Самое главное, в пробку на границе не попасть. На границе Словении с Хорватией. Музыка. Хорбатией. Я HA 하면서 ранее 5 евро. Приклад Туннель, Данечка, да. Туннель. Наш на шум содержит участок с сентября. Нема ни већ разлог за слабо фотографио. На укус се е ви шара, грибо ворта. И храна је ше полдопусна, че је јеш на прекрасна литна борту оби граници. Обишчите гостищу. Пејевскега конкуеста. Облово муко и шекуптру вићену. Размештате у превоза домашни живари. О, да, е море уже. Алиф. Стеш, смотри туда, вон, видишь, море. Это серо, это море, Стеш. Заехали мы уже в Хорватию. На границе Словении и Хорватии стояли мы недолго, где-то минут 30. У нас провели просто паспорта и посмотрели, сколько человек находится в машине. Дальше мы поехали уже к нашему непосредственному кемпингу, где мы арендовали наше жилье. Любовались видами на виноградные поля, на море, на поля с оливами. Олив там вообще полно растет. Вот. Здесь вот видно даже есть частный аэродромчик. Можно арендовать самолетик приехать, полетать над Хорватией. Но мы, правда, конечно, не поехали. Но мы уже приехали непосредственно в кемпинг. И пока вот ожидали... Пока мы ожидали ключи, мы решили немного прогуляться, посмотреть территорию. Хотя план территории нам дали. Мы пошли, зашли в ресторанчик. Там было одно кафе. Ну, там продалось только мороженое. Там, конечно же, мороженое не хотелось. Потом мы пошли немного погулять по кемпингу. Посмотреть вообще дорогу к морю. Здесь, кстати, на территории есть и аквапарки. И также есть распуталива с левой стороны. Видно виноградное поле небольшое. Есть всевозможные ресторанчики. Также здесь можно останавливаться на жилых автодомах. Здесь мы зашли в кафе. Это кафе открывается только с восьми вечера. А до восьми вечера здесь может есть только персонал. Вот. Поэтому мы здесь ничего не смогли заказать. Пошли к морю потрогать водичку. Немножко там побыли и время подошло уже. Мы пошли забирать ключи и поехали до нашего домика. Почему поехали? Потому что территория кемпинга очень большая. И пешком там просто обойти все нереально.